С вами канал Science Daily, новости науки и космоса. На снимке телескопа НАСА Хаббл обнаружена самая далекая одиночная звезда, которую когда-либо удавалось зафиксировать. Ее возраст менее 1 миллиарда лет. Ученые надеются, что исследование этой звезды сможет пролить свет на формирование первых звезд во Вселенной. Звезда получила название Эринделл, от древнеанглийского слова, означающего «утренняя звезда» или «восходящий свет». Эринделл как минимум в 50 раз крупнее Солнца и в миллионы раз ярче. Эта новооткрытая звезда находится так далеко, что ее свету потребовалось почти 13 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. И она кажется нам такой, какой она была, когда Вселенной было около 900 миллионов лет. То есть всего лишь 7% от ее нынешнего возраста. До сих пор самая далекая одиночная звезда, обнаруженная Хабблом в 2018 году, существовала, когда Вселенной было около 4 миллиардов лет, что составляет 30% от ее нынешнего возраста. Однако даже такую яркую звезду, как Эринделл, невозможно было бы увидеть с Земли, если бы не скопление галактик, расположенное между Землей и новой звездой. Гравитационное притяжение этого огромного галактического скопления, словно мощное естественное увеличительное стекло, значительно усилило свет от удаленных объектов, находящихся за скоплением. Гравитационное линзирование исказило свет от галактики, в которой находится Эринделл, в виде длинного полумесяца, который исследователи назвали дугой восхода Солнца. До настоящего времени телескоп Хаббл фиксировал галактики на больших расстояниях, но это был свет, исходящий сразу от нескольких миллионов звезд. На этот раз Хаббл обнаружил самый удаленный объект, в котором ученые могут идентифицировать свет от отдельной звезды. К сожалению, пока многие подробности о звезде Эринделл остаются неизвестными, например, ее масса, яркость, температура и тип. И поэтому ученые планируют в будущем провести наблюдение этой звезды с помощью недавно запущенного космического телескопа имени Джеймса Уэбба. На этом все, оставайтесь на моем канале и не забудьте подписаться на мой канал на других ресурсах. Субтитры создавал DimaTorzok